...категория B, то есть это автотранспортные средства, грузоподъемность до 3,5 тонн общей массы, общим весом. Соответственно, сегодня мы эту тему рассматривали, обсуждали на заседании штаба, и поэтому сейчас Министерство инфраструктуры готовит дополнение как раз по этому вопросу. А уже известно, сколько там машин стоит? Нет, пока у нас такой информации точно нет. А скажите? Ну, сигналы такие поступали, поэтому сегодня на заседании штаба этот вопрос рассматривали. То есть им тоже разрешалось? Да, можно надеяться. Вы знаете, есть некоторые предприятия, которые имеют документы, свидетельства о том, что они осуществляют международные перевозки. Соответственно, у некоторых предприятий существуют сопроводительные документы, которые подтверждают, что это человек не просто на личном автомобиле, а до 2,3,5 тонн, это и легковой автомобиль, это и микроавтобус, что он не просто едет за какими-то покупками, а все-таки осуществляет грузовые перевозки. Поэтому, конечно, для этих предприятий мы дадим такую возможность. А где это предприятие? И где туда стоит? Ну, это же не любое может быть предприятие. Другое дело, что вопрос контроля, если мы говорим про крупные предприятия, которые осуществляют грузовые перевозки, то в первую очередь, конечно, режим самоизоляции очень крайне важный, поэтому мы это контролируем, и Роспотребнадзор этим занимается контролем. И предприятия понимают, крупные перевозчики, это и предприятия ОСМАП, которые тоже контролируют, они понимают, что это можно все удержать. Другое дело, что огромное количество не всегда достаточно сознательных граждан, даже те, которые занимаются перевозками, хотя казалось бы, которые видят, едут и в Европу, и в Польшу, и видят, как там сюда приезжать, почему-то себя ведут совершенно по-другому. Есть такие факты, когда после того, когда они вернулись из Польши, или еще откуда-нибудь, или из Германии, они осуществляют перевозки, они вместо того, чтобы режим самоизоляции строительства, они не имеют в виду жестких граждан. Смешатся о сложных решениях, да, о работе производства дорожной и строительной отрасли непрерывного цикла? Да, значит, много вопросов это возникало со строительной отраслью. У нас реализуются и национальные проекты, и федеральные целевые программы. Мы понимаем, что на сегодняшний день строительная отрасль, это, в общем-то, некий, оно дает синергетический эффект для всех остальных отраслей. Поэтому есть объяснение Минтруда, и, собственно говоря, и профильное министерство таких, как Росавтодор, и Министерство строительства, они выпускают документы, и сегодня точно так, что касается производства, непрерывный цикл о том, что им разрешено работать. Сюда включается полностью вся строительная отрасль вместе с сопутствующими производствами, потому что мы понимаем, что невозможно осуществлять стройку без производства, например, товарного бетона, точно так же, как нельзя осуществить производство бетона без выработки, весь принцип предприятий будет. Он, как бы его не запрещали, он как работал, так и будет продолжать работать, при этом, естественно, с ужесточением мер по профилактике и мер, которые обеспечили снижение риска заражения. Какой-то ключевой связи с информацией о том, что из него, из всех друзей, которые хотят быть, что через границу, если мы вполне с подовольствием, то есть, остраилось ли я в Киркучевке написано, то есть, через какие есть вопросы с поставки вам, а ваша информация о том, что ситуация острая? Ну, на сегодняшний день у нас таких сигналов, что прямо ситуация Ахова-Острая, ее не существует. В большей мере это касается, действительно, тех материалов на наших строительных объектах. Это связано с тем, что предприятия в Европе, многие, закрылись, и действительно, из-за того, что просто невозможно, то есть, они не отгружают и не продают сейчас некоторые там. Но я знаю, что, например, в Италии некоторые предприятия, в частности, мебельные, запустили опять производство, поэтому я думаю, что такая ситуация будет так-то меняться в большую сторону. Это касается, естественно, те рабочие, которые работают, то есть, чтобы они не кучковались, чтобы применяли индивидуальные средства защиты, это одноразовые перчатки, это маски, это дезинфицирующие средства, ну, собственно говоря, все под везде. Кстати, по поводу личного транспорта, хотелось бы узнать, никаких дополнительных овенчений не будет вводиться? Вот была информация, что Калининград тоже могут закрыть, по примеру, приморских городов, чтобы люди на выходные не уезжали. Ну, смотрите, по поводу приморских городов, здесь ситуация очень простая. К сожалению, группа риска – это люди уже возраста, там, скажем, 60+. И есть, конечно, особенно, когда наступает хорошая погода солнечная, мы ожидаем такую солнечную погоду на выходных днях, конечно, большое количество людей может просто ринуться в эти приморские города. Поэтому с целью заботы о самих людях, о самих гражданах, и, конечно, у нас будут какие-то ограничительные меры вводиться обязательно. А по Калининграду можно ездить без препятствий? Ну, вы знаете, конечно, лучше не ездить, лучше дома сидеть. Это не всяких сомнений. Но в случае острой необходимости, конечно, если человек едет в машине, и он никуда не выходит, но перемещается, то проблем никаких нет. Другое дело, что если он приехал на машине и пошел в парк, через забор перелез, который все закрыты гуляют, конечно, здесь ему его оттуда выговорят. А так ездить, конечно, можно. Вот, кстати, по преимущественным городам, давайте закончим. Да, во-первых, как это будет, то есть, вот, сомненентарные обувисти, они не будут, пускай, без прописки. Но я об этом, Антон Андреевич, ранее говорил, что если многие в Киеве ездили, они хотели бы на выходных самоизолироваться в этих городах. Да или вообще прописка может быть? Ну, вопрос не прописки. Мы сегодня тему это обсуждали. То есть, это или же прописка, или же свидетельство о собственности, которое тоже, в общем-то, нужен какой-то документ, который удостоверяет, что вы действительно не просто едете погулять, а едете куда-то там, где у вас есть какой-то объект непряженности. А по работе будут людей пускать, например, трейсинг? Да, по работе точно так же, все. То есть, те, я уже сказал, что, в общем-то, у нас большая категория, которые работают, поэтому ограничивать никто не планирует. Подписка твердит, что на работе человек едет в ресторане? Ну, еще раз говорю, значит, смотрите, когда человек едет на машине, то никакого вреда он никому не наносит. То есть, он сидит закрытый и прочее. Поэтому вопрос в том, куда он приехал. Вот куда он приехал, дальше, если он приехал на работу, пусть работает. Если он приехал опять, то еще и что-то не будет. Вы сказали, что в детской площадке есть такая проблема, что детские площадки, и там все больше и больше мам с детьми гуляют. Будет ли какое-то ограничение именно детской площадки? Ну, конечно. Ну, ограничение как? Это же, понимаете, под каждую детскую площадку сотрудников правоохранительных органов просто не поставят. Поэтому, конечно, мы порваем на то, что все-таки сознательность биражной присутствует, особенно мамы с молодыми детями. Понятно, что дети, они менее подвержены детям. То есть, они легче это все переносят, если чувствуют, они просто как разносчики получаются. Поэтому, конечно, это нужно ограничивать. И нужно, мы об этом и говорим, и предупреждаем, и пишем. И у них будет много. Спасибо, коллеги. Спасибо.